Здравствуйте, братья и сестры. Приближается крещенская уже пора. 12 дней быстро пролетают, святочные. И мы, когда дойдем до Дня Иоанна Крестителя, до Собора Иоанна Крестителя после 20-го числа, там уже можно будет сказать, что Иоанн Претеча берет праздники на плечи. То есть мы уходим из праздничной череды до Сретения, а там, глядишь, уже Великий пост. В общем, колесо крутится, движение продолжается, слава Богу. Есть уже достаточно количество вопросов, и мы, как правило, без особых преамбул пойдем по вопросам. Виктор пишет, с женой 10 лет вместе. В начале отношений интересы были общие и не всегда правильные в плане досуга, отдыха и развлечений. С приходом Христа в мою жизнь интересы поменялись. Соответственно, в семье разногласия. Как быть? Очень такая распространенная ситуация, когда люди, сочетавшиеся браком, живущие одной жизнью, но без Бога, потом вступают в полосу, когда один из них уверовал, а второй пока нет. Мы, к счастью, не одинаковые, но это рождает сложности. Тогда с верой еще больше спрашивается, уважаемый Виктор. Поэтому с вас, как с мужчиной, и с верующим мужчиной больше спрашивается. Если вы, например, обрубите все прежние возможности отдыхать и проводить досуг, властно, как бы, значит, на основании нововоспринятых крестьянских принципов, это будет опасно. Здесь нужна какая-то постепенность и осторожность со взаимными уступками. Ну, например, но не уступками греху, нет. Например, если жена... Если вы себе позволяли, например, ходить на какие-нибудь вечеринки там или места, где-то сомнительно времяпрепровождение, и жени до сих пор это нравится, то это как раз нужно из жизни изгонять. А там, где речь, например, идет о катке, или о лыжах, или о музее, или о кинотеатре, или там о чем-то еще таком, значит, тут нужно идти навстречу своей супруге. С верой еще больше спросится, да. То есть он, как пишет там Павел, значит, что верующий может судить обо всем, а духовный может судить обо всем, а недуховный не понимает этого. Поэтому духовному открыто все. В принципе. Все ему позволено, но не все полезно. А недуховный духовного не понимает в целой части вопросов. Поскольку у каждого из нас, большинства из верующих людей, есть некий опыт жизни до церкви, до Христа, то мы можем оценить поведение своих друзей, исходя из внутреннего опыта. А у них нет опыта жизни во Христе, нет опыта покаяния, нет желания помолиться, нет желания быть в храме чаще. Поэтому они нас не понимают, а мы их понимаем. Следовательно, понимающий, непонимающий должен жалеть. Потому что жена – это вообще не мощной сосуд, к которому необходимо относиться с некой бережностью, чтобы не было вам препятствия в молитвах, прямо как там Петр Апостол говорит. Поэтому, пожалуйста, рассудите между собой, самим, между совестью и разумом своим, в чём вы сможете без вреда для души идти навстречу жене в удовольствиях, отдыхе, досуге. А в чём это для вас уже принципиально неприемлемо. И введите её за собой не за руку, не на аркане. То есть желательно, чтобы привели её за собой, чтобы она пошла за вами. Для этого нужно просто взять её за шиворот, за руку, притащить её – это не получится. Она телесно за вами пойдёт, а душа её останется в другом месте. Поэтому важно, чтобы она пришла за вами, как нитка за иголкой со временем. «По чём знаешь, муж не спасёшь ли жену?» Сказано. От вас требуется некое терпение, сдержанность, память о том, что вы сами не так давно стали верными. Что вам применимо слово «верный». То есть верующий, то есть верный. «Я верю Христу моему, и я верен Христу моему». Это слово к вам применимо с недавних пор, поэтому у вас ещё многое не устоялось, многое поднято с дна. Есть много такой ревности не по разуму, возможно, такое есть. Так что терпение, рассудительность, снисхождение к супруге, желание быть вместе всегда, да, и желание видеть её со временем с собой вместе в храме всегда, пусть руководствует вами на путях осторожности. Потому что брак слишком драгоценен, чтобы вторгаться в него с неким криком, насилием, приказом. Всё, раз ты так, значит, я... Вот без этого всего. То есть пусть внутри вас будет терпение и рассудительность, и пусть со временем Христос увенчает вашу семью ещё большим миром, но уже вместе, уже и в вере вместе. Потом вы сможете поделиться своим опытом с другими мужьями и женами, которые переживают то же самое. Поскольку не только ведь призваны мы, облечённые священным саном, быть руководителями или учителями, или наставниками. Всякий христианин может иметь достаточный опыт для того, чтобы кому-то подсказать нужное слово в нужное время. Со временем мы обязаны приобретать опыт. Опыт покаяния, опыт примирения, опыт непостыдных, милосердных дел, скрытых от чужих глаз, опыт воцерковления детей. Это всё нашу сокровищницу составляет. И каждый из вас, в том числе и вы, со временем должны уметь сказать, у меня это было. Мы с женой прожили это время вот так. То есть мы так это преодолели. Это очень важная вещь такая, чтобы все христиане, в некотором смысле священники, все пневматологи, духоносцы, всем Христос помогает. Поэтому дай Бог вам приобрести этот опыт и потом суметь другим семьям быть хорошим подсказчиком. Вот Дмитрий пишет, «Я воцерковлённый, православный, наша доченька, православная жена, армянка, крещена в армянской церкви, хотя ходит в православные храмы, читает православные молитвы, но перекреститься в православии и мучает совесть. Она считает, что предаёт своё армянство в этом случае». Что делать в этой ситуации? Дмитрий, с радостью вам сообщаю, что перекрещиваться вашей супруге в православии нет смысла и нет нужды. Ни смысла, ни нужды, как бы не нужно, в общем. Она не предаст своё армянство, никак посещая, вот как она сейчас посещает православную церковь, читает книги, то есть она никак не предаёт своё армянство. Приходя в церковь, мы сохраняем национальность. То есть церковь, собственно, и так пестрит множеством народов, что мы как цвет кожи менять не можем. И в церкви есть и чёрные, и жёлтые, и белые, и пятнистые, и рыжие, и конопаты. Так же и национальности все имеют своё право оставаться в церкви, потому что в откровении написано, что спасённые, когда перечисляются, то там перечисляются, что там были от всякого колена языка народа племени. То есть от всех народов есть царствие Божие. Потом армянство не мешает войти в рай. И если, например, насколько я спрашивал у специалистов этого вопроса, у канонистов, историков, духовенства, вот как, например, там девушка крещена там в армянской церкви, их, кстати, есть две, есть армянская апостольская и армянская католическая. Вот. Недавно я вот во дворе костёла московского там беседовал с одним армянским священником, он священник армянской католической церкви, а ещё армянская апостольская, там это разное. Вот. Ну, не стоит в это, так сказать, особо там вникать. Так вот, девушка крещена в армянской церкви, скорее всего, в армянской апостольской, потому что она многочисленнее, традиционнее. Она хочет выйти замуж за православного человека. Они согласны венчаться в православном храме. Что им нужно делать? Я спрашивал у священников, которые этот вопрос предметно изучали. Говорит, ничего. Она хочет в православном храме венчаться, они будут крестить ребёнка одного, другого, третьего будущего в православной церкви, ей ничего не нужно делать. Всё, что над ней сделали в армянской церкви, то есть там крестили, миропомазали, это всё принимается нами при её приходе в нашу общину. Так что о перекрещивании армян речь вообще не стоит в случае их прихода в православную церковь. И армянство, оно как бы несмываемое с человеком. Сколько бы лет она ни прожила в Москве, или Петербурге, или в Рязани, или Ростове-на-Дону, всё равно все мы будем знать, что она армянка, и она будет знать это. Наоборот, нужно знать свою историю, свою культуру, свой язык. Надо быть богатым человеком, в общем-то, это не нужно отказываться от своего. В церкви всем есть место. Вот. Ну, а вообще со всеми другими такими более сложными такими, или там, или подобными, но чем-то осложнёнными вопросами нужно обращаться, конечно, к владыкам, к архиреям. Господь Бог дал им это тяжёлое занятие управлять духовной жизнью вверенных им душ. В том числе, вот эти вот многофессиональные вопросы, они тоже решаются, конечно, владычной властью, архиерейскими благословениями или запретами. Но однозначно, вам говорю, что от армян мы никаких перекрещиваний не требуем. От католиков, кстати, от рима-католиков тоже перекрещиваний мы не требуем. У нас есть расхождение вероучительного характера, в это нужно вникать, надо интересоваться, но нет сомнения, что они исповедуют Господа нашего, общего Господа, Царя всех, Иисуса Христа и Пречистую Матерь Деву признают ходатайцы и молитвенницы, непорочные матери и так далее. Поэтому общего гораздо больше, чем различного. Различное в деталях, а общее в фундаментальном. Так что утешьтесь и смотрите на свою жену, как на вашу любезную подругу и христианку. Все, в общем-то, у вас все в общем и целом хорошо. Алексей пишет, что значит быть как дети? В том смысле, как это имел в виду Христос. Я воспитываю двух маленьких детей, и они далеко не всегда располагают к тому, чтобы им подражать. Да, правильно. Ну, смотрите, без сомнения, невинность, открытость, беззлобность раньше улетают из детства по мере развития вот этой нашей цивилизации. Вообще, чем больше мы с детьми сяськаемся и цацкаемся, тем хуже они становятся, тем быстрее они вступают в возраст непокорства, своеволия, развращенности, хочу, дай, и так далее. Они не умеют разговаривать со взрослыми толком с детства, у них нет почтения ни к старику, ни к взрослому. Они могут командовать своими родителями, как маленькие домашние боги. В общем, все это мы теряем. Когда дети были просто детьми, вот, и все это знали, они тоже, они как-то были другими. А сейчас мы развратили их собственными руками, то есть наша цивилизация развратила и испортила детей, поэтому уже в каком-то очень раннем возрасте мы наблюдаем на них проявившиеся, уже вылазящие наружу все взрослые грехи. Даже стоит послушать, кем они хотят быть, когда они в песочнице возятся. Они уже не возятся, они уже приставку им подавали, им уже из песочка пасочки лепить им уже неинтересно. Им нужно телефон мобильный, приставку компьютерную, они уже с детства там. А что они там видят? Поэтому, конечно, что там греха таить? Дети совсем не дети, как бы по части грехов очень рано. Лукавство, самоволие, капризы. Но что касается евангельских слов, как дети, есть вещи, которые не отнимешь. И у сегодняшних деточек оно тоже есть. Например, это беспомощность. Это тотальная зависимость. Ребенок, конечно, может помыкать своей мамой. Мама сделает так, мама, я хочу это, мама, это не хочу. Ну, так многие делают. Многие взрослые позволяют собою помыкать. Но никто, чуть-чуть подумавший, не откажется от того, что дети абсолютно зависимы от взрослых. Они находятся в состоянии тотальной зависимости. Они ничего не могут сами. Не одеться, не раздеться, значит, ну ясно, что заработать, купить, приготовить, там что-нибудь еще защитить себя, там физически или юридически, ну что бы то ни было, они ничего не могут. Они не могут ничего. Они должны понимать это в принципе, чувствовать. почему ребенок и кричит там в темноте или в одиночестве, там мама, там он чувствует вдруг, что он оторвался от источника жизни, что вот он сам по себе ничего не значит. Вот в этом смысле можно подражать детям. То есть, потому что мы-то внутри все равно детьми остаемся, хоть мы и стареем, там и сидеем, значит, но все равно это детское остается в человеке. В отношении к Богу мы все равно дети, потому что он же отец. И вот нам может казаться, как современным разбалованным детям, что мы сами все можем. И мы можем пытаться командовать Богом, так как командуют дети маленькие своими родителями. Хочу это, не хочу это, а почему ты так сделал, почему ты так сделал. Мы тоже можем такой выпендрешь, такой себе позволять. Но если мы вникнем в это дело серьезнее, окажется, что мы абсолютно, тотально зависимы от Господа. И в этом смысле мы полные дети. Вот стоит небо померкнуть, холодному ветру дунуть, свету погаснуть, стоит тебе оказаться в темном лесу в одиночестве, в закрытой комнате рядом с гробом покойника, да где угодно. Вот. Один, значит, на один без денег в кармане и с севшей батареей телефона в незнакомом городе в темном переулке, так ты вдруг понимаешь, что ты вообще никто в этом мире. И звать тебя никак. В любую сторону кричи, ни до кого не докричишь. Ты никому не нужен. И ты понимаешь, это только в период, когда ты становишься по-детски беспомощен и беззащитен. И тогда ты начинаешь молиться Отцу Небесному. Не оставь меня, отч, не наказывай меня, не отнимай руку твою от меня, пощади меня, помоги мне. Я твое создание, я ребенок твой. Ну, как бы и так далее. Начинаешь плакать детскими слезами. Короче, вот этот опыт немощи, тотальный причем, такой чудовищный на самом деле немощи, которая видна на стариках, на одиноких, на больных, на безденежных, на безработных, на загнанных в угол проблемами. Это тотальная слабость. Вот только в этой ситуации человек вдруг начинает понимать, да я вообще никто. Я просто ребенок, я просто маленький ребенок, заблудившийся в темном лесу. Вот в этом, но не нужно ждать беды, чтобы это понять. Нужно иметь разум, чтобы это понимать. Если у человека есть ум и совесть, он начинает понимать, что я сам себя не создал, меня создали. И родители моими не создавали. Они участвовали в моем появлении на свет, но не их заслуга, что у меня вот такие глаза, они зеленые, вот такой рост, они не меньше или выше. Это не они сделали. А кто? Кто-то другой. Кто он? Бог, Господи, слава тебе. Ну и так далее. А могу ли я там управлять своей жизнью, дыханием, сердцебиением, всей этой вегетативной сложнейшей системой своей? А печатки пальцев мне уже даны с самого рождения? Таланты и способности? Музыкальный слух или полное его отсутствие, например, гибкость и сила физическая или умеренные дарования? То есть, да я создан, я создан. Я должен относиться к своему созданию. К тому же создатель не погнушался быть мне отцом. Он говорит, я отец ваш. Не просто сотворил вас. Типа я, папа Карло, я вас вытащил как бы из бревна. Я ваш хозяин. Нет, он говорит, я отец ваш. Вот это чувство зависимости и благодарности, если хотите, то, чего не всякий раз в детях заметишь. И понимание того, что папочка, мамочка, вы самые лучшие. Я без вас никто. Вот это должно быть в взрослом человеке. В этом смысле мы должны быть как дети. Если в детях наших еще осталось некое незлобие, некая простота, то нужно этому подражать. Ребенок ведь до некоторого времени не умеет сравнивать себя по-настоящему с другими. Поэтому на него, что бы на него не одели, надели, да, ему хорошо. Лишь бы тепло было и удобно. То есть, он еще не знает, что такое мода, например, в год, в два, три. Но нам тоже можно в этом подражать, чтобы не гнаться за каждой новой тряпкочкой, за каждой новой цацочкой. А есть это, да и одевай это, да и успокойся. Ну, как бы, в этом смысле можно быть как дети. Потом, мама рядом, ребенку хорошо. Нет никого рядом, ребенку тревожно. В этом смысле надо тоже к Богу стремиться. Как бы, вот чувствуешь близость Божию, тебе хорошо. Вот долго в храме не был, как-то так уже налипло такое всякое, такое уже чувствуешь, что как-то нехорошо. Пришел в храм, чувствуешь, хорошо. Это детское чувство такое, хорошо, нехорошо. Мне здесь хорошо. Это такая, как бы даже такой наивный лепет такой, но именно это и есть, как бы, детство души. Так что справедливым в вашем вопросе является то, что многие детские качества слишком рано испаряются из развращенного человечества. Если сравнить кого-нибудь там условно взятого малыша, условно взятый среднего достатка семье европейской, например, и кого-нибудь там голопопого, голопузого, какого-нибудь индусика, бегающего по мусорнику в том же возрасте, то это будут совершенно разные дети. Вот. Этот, если один сникерс увидит, он будет два месяца в восторге. А этого уже ничем не удивишь. Уже не знаешь, что на ушах перед ним ходить, чтобы он хоть чем-то его заинтересовать. Ну, развратили люди детей. Развратили. Но зависимость от Бога тотальная у нас, у взрослых. В этом смысле мы совершеннейшие дети. На недавней проповеди в день чтения первой главы Евангелия от Матфея было сказано вами, что Господь наш Иисус Христос есть еще и первосвященник во век по чину Милхиседекову. Можно попросить вас поподробнее об этом рассказать? Илона пишет. Спасибо за вопрос. Илона, это интересная вещь, и без вопроса со стороны за нее даже браться не захочешь, потому что она такая грандиозная. Дело в том, что Мелек Цедек это Мелек это царь, а Цедек или Цедек, потому что не знаю точно по-еварейски, это праведность, царь правды. Был одновременно еще царь области Салима, царь Салима, то есть царь мира, это Иерушалим, там где потом возник Иерусалим, он появляется впервые и по сути в последний раз по-настоящему в Библии как живой персонаж действующий в том месте книги Бытия, где Авраам возвращался после поражения Содомских князей. Освобождал свое племя Николота и возвращался без добычи, он не хотел брать ничего у Содома, чтобы потом не сказали, что Содом обогатил Авраама. Возвращался с триумфом после битвы и вдруг откуда ни возьмись. Вот вышел как бы из никуда, из ниоткуда в никуда, вышел некий царь, царь Салима по имени Мелхиседек, что означает его имя царь правды. Он был царем и священником, так его называет библейский текст. То есть он приносил какие-то жертвы, причем Богу, священник Бога Всевышнего. Он как-то, значит, знал Бога и молился Ему, и мало того, что там был какой-то ритуал и чин богослужения, и он в этом всем участвовал. И вынес он совершенно потрясающие дары – хлеб и вино. Во-первых, это культурно сложные дары, потому что скотовод, если бы принес дары, он бы принес бы живую овцу, чтобы ты ее зарезал, там, или доил бы ее. Там, или быка, или корову, там, или что-нибудь такое. А там что-то еще можно, там, корзину фруктов принести. А хлеб и вино – это очень сложные культурные продукты, знаковые продукты для человечества вообще и для церкви в особенности. Потому что, во-первых, это вещество Евхаристии. То есть вышел некий царь, который одновременно еще и священник, и несет в руках хлеб и вино, и так это литургия получается. Понимаете? А перед ним Авраам, который, значит, там, впоследствии Исаака поведет на жертвенник. Это все, вот эта встреча Авраама и Милхиседека – это какая-то литургическая такая тайна, потому что священник, или когда вы там в храме видите вот хлеб и вино на престоле, вы должны понимать, что это Милхиседекова жертва, там Милхиседековые дары. И он был одновременно царем и священником. Ну, я вернусь на секунду обратно. Все-таки хлеб – это очень сложный продукт. Доить, пасти корову и доить ее – это как-то, ну, как-то более-менее легко понять. А вот выращивать зерно с тем, чтобы снимать урожай, вышелушивать колос, зерно от всего остального, там, провеивать и просеивать, значит, там, выбивать, вымолачивать, потом молоть, печь, и только потом есть – это длиннючая цепочка от зерна до хлеба. Говорит вообще о чуде, о том, что хлеб сам свой появиться не мог. Это какая-то божественная подсказка. Вот если бы он сам по себе рос в виде булок или пряников, там, как бы, ну, это было бы понятно. Но поскольку он появляется, поскольку зерно на булку не похоже, а серединных звеньев очень много, до этого нельзя додуматься с человеческим языком головой. Это какая-то божественная подсказка. Какой-то ангел пришел, Адаму подсказал. Поэтому Милхиседек – представитель культурного, оседлого народа, жившего на территории нынешнего Иерусалима и называвшись уже в те времена местом мира, Салимом. И он там царствовал и священствовал и вынес евхаристические дары будущей евхаристии, по сути. Дары, вещества будущей евхаристии. Да еще кому? Аврааму. Об этом пишется в 7... Поскольку он вышел, благословил и ушел, причем он благословил Авраама. А значит, в его чреслах, в недрах его еще не был рожден Исаак, еще не был рожден от Исаака Яков, и Яков еще не размножился на 12 колен. То есть еще не было ни Рувима, ни Симеона, не было Левия, не было священства, еще священства не было законного, левицкого священства. А этот Мелхиседек уже был священником, и он уже благословил Авраама, а высший только может благословить низшего. То есть Авраам ниже Мелхиседека, по мысли апостола Паула, посланник евреям, значит, некий таинственный персонаж, вышел, благословил, ушел, и он выше, чем Авраам. На этом основании в 7 главе к евреям пишется, Мелхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, тот, который встретил Авраама и благословил его, возвращавшегося после поражения царей, которому десятину одлил Авраам от всего. То есть Авраам дал ему десятину того, что у него было. То есть он признал себя подчиненным и обязанным этому человеку. И в этом всем видится как бы таинственное какое-то явление Христа в древние времена. То есть Авраам дает ему десятину, а этот священник, не весь туда взявшись, царь правды, царь мира, благословляет, и он еще и царь к тому же. А ведь Христос наш, он ведь одновременно и царь, и священник. И он царь над Иерусалимом, потому что Иерусалим – это город великого царя. Он потомок Давида. То есть здесь как бы Милхиседек просто как-то врывается в Библию и тут же уходит из нее. О нем говорится так, послание к евреям. Милхиседек – царь мира, без отца, без матери, но не потому, что их у него не было, а потому, что мы их не знаем. Нет у него этого толдот, этого родословия. То есть нет ничего, как он говорит, книга Роства Иисуса, сына Давидова, сына Аврамова, и 42 имени. А Милхиседек непонятно, кто у него папа, кто мама, где чего. Поэтому Павел пишется, значит, что без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну Божьему, пребывает священником навсегда. Вот так высоко пишет об Милхиседеке послание к евреям, седьмая глава. То есть он во всем подобен Сыну Божьему. Это, по сути, живое пророчество о Господе Иисусе, который царь и священник, уединенный. Который выше Авраама, значит, и выше всех тех, кто родится от него. То есть выше будущего Якова и семени его, выше Левия и священства Левицкого. Значит, об этом всем почитайте сами еще седьмую, восьмую главу послания к евреям. Здесь очень хорошо об этом пишется. И потом, значит, Милхиседек появляется опять таинственно в Псалме 109, второй раз. Но уже как воспоминание о нем, где говорится «Ты, Иси и Ирей, вовек, почину Милхиседекову». Этот известный Псалом, он короткий, «Рече Господь Господеве моему». Там, где возникает какие-то два Господа. Сказал Господь Господу моему, «Сиди с правой стороны от меня, доколе положу врагов твоих под ножи и ног твоих. Жезл силы пошлет тебе Господь от Сиона и господствуй посреди врагов твоих». И говорит, «Ты, священник, вовек почину Милхиседека». То есть было священство почину Аарона, почину Левия. Это священство ветхозаветное. И оно временное. То есть его было время, что его не было. При Моисея его еще там не было вначале. Потом уже при выходе из Египта оно появилось. То есть было, когда не было этого священства. И будет, когда не будет. А священство Милхиседекова это какое-то другое священство. Говорит, «Ты, Иерей, священник, вовек». То есть навсегда. Почину не Левия, не Аарона, а Милхиседекову. Вот об этом говорит 109-й Псалом. И его тоже толкует здесь в послании к евреям. Значит, автор Павел пишет здесь, что перемена священства приходит с переменой закона. Очевидно, новый закон явился, новый завет явился вместо ветхого или вслед за ветхим. Не вместо, а вслед за ветхим. И священство ветхозаветное уступает священству новозаветному. И в этом новом завете священником является Христос. То есть главный и единственный настоящий подлинный священник это Иисус Христос, первосвященник грядущих благ, который со своей кровью взошел во святое святых и ходатайствует за нас пред лицом Отца своего. Он не требует перемены теперь уже как бы по времени. То есть как бы священники на земле меняют друг друга, потому что один умер, другой родился, следующий стал, тот умер, то есть новый. Христос, поскольку не умирает, Он единственный вовеки священствует перед Отцом Сым за весь мир. И смерть не может отнять его у нас, потому что Он к тому не умирает, смерть над ним не обладает. И Он однажды совершил очищение всех грехов наших и ходатайствует. Он ходатай Завета Нового и ходатай Жизни Нескончаемой. В общем, это головокружительная глубина и великая красота. Книга Бытия, Псалом 109 и 7-8 глава Послания к евреям. Вот три места, где говорится о Мелхиседеке, который есть образ Иисуса, Христа, который со своей кровью взошел в самое небо, воскресшее из мертвых, и умилостивил Отца о нас на веки веков. Христос до сих пор священствует. В литургии Он приносит и приносится, приемлет и раздает. А хлеб и вино, Мелхиседеково, это есть вещество нашей царицы службы, службы служб Святой Евхаристии. В общем, надеюсь, что эта головокружительная высота и филигранная красота вам понятна и радостна. Мне она радостна. И чаще всего бывает очень сложно об этом с людьми говорить, ибо люди плохо подготовлены к разговору подобному, не зная текст описания, не понимая вообще предметов. А если человек готов для разговора о Мелхиседеке и об Иисусе Христе как о первосвященнике, но это аллилуйя, это благодать. Это великая благодать. Как найти своё призвание? Немолодая уже жизнь личная не складывается, всё же не даёт покоя мысль, что время идёт, а себя найти не получается, не могу смириться с этим. Видал же Господь талант, который нужно раскрыть и развить. Всё не то, как найти то. Может быть, это как раз то, что кажется не то. Потому что тут критерий очень сложный, критерий же внутри вас. То есть вы ищете того состояния, при котором вы вдруг почувствуете себя как ключ в замке. Вот всё хорошо, я на месте. Ну, правильно, наверное, этого и надо искать по самоощущению. Но пока вы этого не нашли, нужно браться за всё то, что кажется не то, при том, что вы знаете, что дело хорошее. Например, я вот не чувствую себя, например, способным всю жизнь, например, в волонтёрском движении участвовать. Но я знаю, что это то. Например, это вроде бы не моё, но я, например, себя не нашёл. То есть мне нужно попробовать себя в каком-то деле, которое 100% хорошее. Вот 100% хорошее. Просто я не чувствую, что это как бы моё, но я знаю, что хорошо. Значит, пока я не нашёл своё, то, что хорошо, мне нужно делать чужое, то, что хорошо. И вот на путях этого практического поиска вы это, собственно, наверное, и обретёте. Личное самоощущение, что вот теперь я знаю. Теперь я знаю, что отдавать лучше, чем принимать. Теперь я знаю, что лучше там не доесть, чем переспать. Теперь я знаю, что молиться лучше, чем не молиться. В общем, нужно служить. Конечно, можно сейчас занимать, сейчас все помешаны как бы на личностном росте. Вот. Надо вот личностно вырастать. А для этого нужно там записываться там в клуб альпинистов, вот, вышивать крестиком там, как бы, значит, и рисовать масляными красками по стенкам. И там, а потом ещё что-нибудь делать. Потом китайский язык учить. Потом экибану там какую-нибудь там расположить на подоконнике. Короче, нужно личностно расти. Ну, может быть, это неплохо. Наверное, неплохо. Но в самом этом подходе как бы личностного роста есть что-то такое лживое, что-то опасное. А вот то, что надо служить, конечно, дар ведь он для того, что... Ведь если кому-то даётся дар, если там, скажем, дан был дар Бетховену слышать небесные мелодии, для того, чтобы он сам там сидел в комнате и наслаждался ими, он должен был это всё оставить. Причём трагическим, мучительно оставить, оглохнуть, там, в бедности жизнь закончить, там, умереть, там, не таким уж старым. Чтобы потом ты услышал эту музыку и вдруг понимал, что вот эта третья симфония это что-то небесное вообще-то, это ужас. Ещё немножко послушаю и просто встать не смогу, потому что она просто громадная. Короче, это не для всех, то есть дар Бетховена это не для Бетховена, это для всех. Там, дар там, скажем, какого-нибудь там, не знаю там, да кого хотите, в общем, изобретателя пенициллина, там, Флеминга, например, он не для Флеминга, он для всех. Там, дар Сикорскому, там, делать вертолёты, он не для Сикорского, он для всех, чтобы там, в Якутию привезли медикаменты, там, в горах спасли лыжников. То есть это дар одному, это для, поэтому не ищите дара для себя. Может быть, в этом, собственно, и есть как бы эгоистический тупик современности, когда я хочу вот чувствовать себя комфортно, как бы, наслаждаясь тем, что я хороший. И всё. А, видимо, суть в другом. Надо таки отдавать то, что есть. Так что займитесь тем хорошим, что не кажется, что это моё, но оно точно хорошее. Да и, конечно, не ошибётся, никогда не ошибётся человек, если скажет, ты всё-таки немножко молись Богу, Богу живому, Богу единому, Богу святому, Богу пославшему мир Иисуса Христа, Господа, Сына Своего. Вот этому Богу ты всё-таки молись, который знает всё про нас, чтобы всё-таки он что-то знает о тебе, чего ты не знаешь о себе, чтобы тебе понять свой путь. Ну, всё-таки без него это невозможно. Поэтому здесь безошибочная просьба отсекать от себя всё ненужное для того, чтобы чистым умом взывать к Богу хоть изредка. Ну, скажи мне. Псалом 142, кстати, если хотите, Псалом 142. Скажи мне, Господи, путь, вон же пойду, я как тебе взях душу мою, изми меня от враг моих, Господи, я как тебе прибегов. Научи меня творить и волю твою, как ты и си Бог мой. Псалом 142. Прямо вот найдите, прям вот, 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 у меня здесь есть Псалтирь. Сейчас начнём, как он там по-русски вначале, первая строчка к этому звучит. Вот она. Господи, услыши молитву мою, да, внемли молению моему поистине Твоей, услышь меня в правде Твоей, не входи в суд с рабом Твоим, потому что не оправдается пред Тобою ни один из живущих. Да. Враг втоптал меня в землю жизнь мою, принудил меня жить во тьме, как давно умерших. Это может быть даже про вас, ну, по крайней мере, я чувствую, это про меня, временами я себя именно так и чувствую. И уныло во мне дух мой, анимело во мне сердце мое. Вот. Скоро услышь меня, Господи, дух мой изнемогает. Не скрой лицо Твое от меня, чтобы меня не уподобилось нисходящим в могилу. Укажи мне, Господи, путь, по которому мне идти, ибо к Тебе возношу душу мою. Да. Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты, Бог мой, дух Твой благое доведет меня в землю правды. Псалом 142. Может быть, этот псалом станет Вашим личным псаломом, Вашим сокровенным разговором с Господом, чтобы Вам найти то, чем бы занялись Ваши руки, то, чем бы занялись Ваши мысли, куда бы пошли Ваши ноги, чтобы Вам было хорошо на душе, чтобы Вы поняли, что Вы полезный человек, и чтобы это было полезно и другим тоже. Так что в молитве находите ответы. Имя Вы не указали, поэтому по имени Вас не называют. Как вести себя с женой, чтобы не стать подкаблучником и одновременно не возникли, не возноситься, соблюдая смирение. Вы знаете, Сергей, если муж любит жену и жена любит мужа, то не нужно там, значит, как бы особо из себя выдавливать, значит, не особое смирение, не особое величие перед ней показывать. Только царских выходов перед женой как бы не нужно, потому что она тебя как бы знает, как облупленного. ну и там каких-то, значит, смирений перед ней, каких-то, каких-то обезьянных ужимок этих там тоже не нужно нечетко когда-то должно быть как-то. По-моему, среда обитания мужа и жены, вот это как бы пространство их личного общения, это такая хитрая штука, в которой вообще нет фальши. По крайней мере, ее минимально. Если она уж, наверное, не истребима в людях, если люди, в принципе, фальшивы после грехопадения, то, по крайней мере, между мужем и женой там вообще не перед кем красоваться, не перед кем, так сказать, что-то там из себя изображать. Либо там хозяина большого, либо там сильно там смиренного какого-то. То есть нужно вести себя просто, совершенно просто и бесхитро с женой. Уж с кем-кем, а с женой, что перед ней выкаблучиваться. Вот. И я думаю, что вот на путях естественности нужно искать ответ на вопрос, который вы поставили. Что если мужчина настоящий, ну здесь, конечно, возникает вопрос, что такое настоящий мужчина, ну, короче, если он такой упертый молчун, который знает, что делает. Вот. И защищает свою семью. Делает все, что может, для того, чтобы в семье было хорошо. Короче, в присутствии настоящего мужчины женщины обычно не выпендриваются. Потому что они чувствуют, как бы, что свое место сразу. Им хорошо. Вот. Ну, чужие бабы могут пококетничать, конечно, с настоящим мужчиной. И даже неизбежно будут этим заниматься, потому что нельзя не пококетничать с человеком, которым чувствуется, что он настоящий мужчина. У женщины такая природа. А вот своя жена, она будет спокойна, она не будет с ним оспаривать никакую власть, если он настоящий мужчина, и женщина власть не оспаривает. Есть некоторые вещи, о которых настоящий мужчина, а женщина вообще никогда не спорит. О цвете занавесок, например, об использовании специй в супе, не знаю, о том, какие тапочки детям купить, или что, где купить. Есть куча вещей, которые мужчины вообще не писать не должны. И он не должен как бы там, ну, в каждом деле показывать ей, как делать. Короче, это такая естественная среда, в которой всё так само так балансируется, если между мужем и женой есть главное. Есть вот эта любовь, да, друг к другу в союзе мира, и любовь библейская. Вот чтобы они вместе прочитали когда-нибудь книгу бытия, и то, как сотворил Бог человека, и то, как согрешили люди, изгнали, изгнаны были из рая. Это нужно прочесть как-то мужу и жене вместе. Давай прочтём себе на ночь. Ну, даже как сказку, хотя это не сказка, это ужасной степени важности истории. Ну, давай прочтём на ночь. Вот как сотворил Бог небо и землю, а потом человека и помощницу ему. Как они там жили, а потом не согрешили. Вот это надо прочесть вместе с мужем и женой. Оно будет выстраивать вашу душу. Потом нужно прочесть какую-то там главу из Евангелия от Иоанна про свадьбу в Кане Галилейской. Брак бысть в Кане Галилейской. И бе-мать Иисусова ту. Значит, это вторая глава Евангелия от Иоанна. Тоже почитайте, потому что наш брак должен быть как брак в Кане Галилейской. То есть должна быть Матерь Божия с нами, должна быть Господь Иисус с нами. Так что должно быть всё естественно. Воевать за власть в семье не надо. Если жена как бы там что-то там... Ну, сейчас жёны ещё, знаете, могут возбудиться от того, что кругом много этого драконовского феминизма, такого совершенно больного, какого-то явления такого современного, когда они что-то такое пытаются там изобразить из себя то, чем они не являются. И на этом фоне они могут там любого мужчину заранее записывать там в домашние насильники, в сексуальные эксплуататоры, там, в кого-то ещё, в кого-то ещё. Ну, как бы вот лукавый как-то залез в мозги к некоторым из представительности прекрасного пола. Вот в этом случае как бы ну не нужно ничего особенного делать. Нужно просто посмотреть раз на неё, так, чтобы она поняла всё. вот, и в принципе должно хватить. Да. Потому что, да, лукавые сейчас как бы топчутся женщинам по головам. Они что-то придумывают себе такое, бедные, болезные. Придумывают что-то себе. Но вас Господь да сохранит от этого. Будьте простой библейской семьёй. Вот. Вот как написано. И там ещё у Павла очень красиво там о том о жене властвовать над мужем не позволяю. Тоже там надо найти, почитать. Короче, нужно строить свою жизнь на здравых Божьих словах, а не на личных амбициях. И там каких-то там не на борьбе за власть. Нечего бороться мужу с женой, жене с мужем. Нужно бояться Бога ему и ей. Тогда мы войдём в свои природные рамки. Читая 23 главу Евангелия от Луки, да, не могу понять, написано, что весь народ, сшедшись на сие зрелище, видя происходившее, возвращался, бия себя в грудь. Как понять эти слова бия себя в грудь? Ну, это очень полезно, это очень буквально, вот они просто били себя вот так вот в грудь. Они били себя, могли бить себя по лицам, они могли рвать на себе волосы, но они более щадящим образом выражали скорбь. Ну, то есть, как бы, да что же это было? Такое, что за кошмар какой, господи, где же я был? Почему я это не остановил? Почему я смотрел на это? То есть, они все почувствовали ужас от произошедшего. А поскольку восточный человек не может просто, как бы, испытывать ужас, как бы, не делая при этом ничего, ему нужно пыль в воздух бросить, ему нужно вырвать волосы из себя, ему нужно слезы размазать по лицу, ему нужно грязью, там, посыпать себе песком голову, ему нужно ударить себя по лицу много раз, как бы, да что же это произошло, как же это, как же дальше жить? Понимаете, он может, ну, вот этот жест, это биение себя в грудь, это естественный жест отчаяния, ужаса от произошедшего. То есть, распятие Иисуса Христа было столь ужасным, что они все почувствовали страх личного присутствия и страх личной вины за это. Под ними земля колебалась, там камни трескались, солнце лучи свои скрыло, им было страшно, они думают, что же мы сделали? Это же они орали, распни, распни его. Они же не могли не понимать, что же мы сделали вообще? Там язычник даже говорил, там, воистину человек, этот Божий Сын. То есть, язычникам было понятно, что мы совершили какое-то кошмарное злодеяние. А этим-то тем более было понятно народу Израиля. Поэтому они били себя в грудь, а не только в грудь, наверное, а многие, наверное, и по мордасам били. И рвали волос на себя и думали, как дальше жить? Жить дальше как? Что же мы сделали? Жить-то дальше как? Вот вам все очень просто. Здесь как раз не требуется никаких культурно-исторических изысканий. Как отличить желание, чтобы не смущать, не искушать людей своей набожностью от желания постыдиться и исповедовать веру свою в Бога? Например, за столом с неверующими перекрестить еду глазами. Тогда того постыдится сам Иисус Христос на страшном суде. Иван. Ну, это вопрос, да, очень такой тревожный для бытовой нашей ситуации, наших бытовых поведений. Ну, вот, всегда ли нам креститься, проходя мимо храма? Большинство христиан не крестится, хотя хорошо было бы остановиться, шапку снять, перекреститься на храм, как бы не стесняясь, или просто на ходу перекреститься. Я думаю, это было бы хорошо. Стоит ли вы в компании, там, с людьми афишировать свою веру? Я думаю, здесь такой, знаете, такой двоякий ответ, что, видимо, в каких-то ситуациях хорошо не выпячивать этого, заранее зная, что это никому пользы не принесет. А в каких-то ситуациях нужно подчеркнуть свою принадлежность Церкви Господней. Как в главе, потому что чувствуешь, что здесь будет это полезно. Как это различить? Здесь совет это нет. Нужно тонко настроить радиоприемник внутренний на вылавливание этих волн. Как говорил преподобный солнышко нашей истории, преподобный Серафим Саровский, если надо, он говорит, не молчи, а если надо, не кричи. Но если точнее, он говорил, когда надо, не возопий, а когда надо, не примолчи. А когда надо, это надо иметь водительство в совести от Духа Божьего, чтобы понимать. Вот здесь нужно говорить, потому что молчанием предается Бог. Есть такая великая фраза. А вот здесь не нужно лезть даже к этим дуракам. Что с ним, зачем с ними говорить? Встал, отдайте шляпу и пальто. Имел в виду я ваша именина. И ушел. А вот как понять, где ты заступаешься за Господа, а где ты просто тихо встал и ушел от этих болобанов. Ну не с кем говорить и не о чем. Есть же такие ситуации. Поэтому будет ошибка, если мы будем в каждую собачью грызню бросаться с именем Иисуса Христа. Мы потом поймем, что мы что-то не то делаем. Мечем бисерни там, где надо. И будет ошибка, очевидно, вообще молчать о Господе. Видимо, это две ошибки. Видимо, нам надо искать какой-то царский путь, при котором мы сможем сказать нужное слово нужным людям и в нужное время. При тебе там поносят Господа Иисуса или Пречистую Матерь. Ты вообще с ними должен как бы встать и с ними больше не есть с ними. Ты скажешь, я этого слышать не хочу, я верующий человек, меня вы больше здесь не увидите. Там при тебе поносят церковь или там или патриарха, или духовенство, или что-нибудь еще, или историю нашу. Ты можешь спорить с ними, если ты аргументирован, если ты знаешь, что сказать. Короче, тут такая, то есть уходи, не общайся или вступай в диалог, или веру можно свидетельствовать, конечно, там все сели, как это там, перекрестившись. Там интересно такое, знаете, одному батюшке, батюшка с деревни приехал в город, и когда его угостили городские там друзья, он молился, там читал Богородица, Дева Радуися, Отче Наша, Жизнь Небесех, там что еще читал. Они говорят, а вы что там вот так в деревне, в этой глухомании там всегда вот так вот перед дедой молитесь? Вот, иначе нельзя? Он говорит, нет, не всегда. Говорит, вас там все в этой глухомании вашей молятся перед дедой? Говорит, не, не все. Свиньи, куры, козы, быки, коровы, они просто так вот едят. Никто не молится из них. Так что, бывает, что Бог дает, что сказать. Как есть такая глава в Бесах у Достоевского, там глава у Тихона, она так отдельно печатается, не вошла в роман, и там Ставрогин приходит к Тихону, и что там Тихон на себе накладывает крест, крестится, архиерей, на покое. А Ставрогин, как бы так, он же ни во что не верит, он ухмыляется, говорит, вы что, типа, что-то такое. И Тихон говорит ему, креста твоего, Господи, да не постыжуся, и крестится еще раз. Такие, видите, такие важные слова. Поэтому здесь нам трудно будет найти Ивана Серединова, сами так бы прописать ее теоретически. Но без сомнения, наши ситуации и жизнь делятся на две. Либо ты молчишь вообще, не участвуя ни в чем, но почему-то тебе нужно быть с ними. Например, это одногруппники, все равно ты будешь с ними учиться. Но ты не хочешь их обращать никуда, потому что пока что это кажется бесполезным. Либо ты говоришь, нет, ребята, это не так. Я верю иначе, я думаю иначе. То есть и так, и так можно. Надо просто как-то, чтобы Бог помог понять, когда нужно как. Да, хороший вопрос еще такой. Ну, он в принципе обусловленный. Очень прошу объяснить, в какие дни можно убирать дома, выносить мусор и т.д., чтобы не было греха. У меня бабушка делает все по расписанию. Да, старые люди так умеют, да. Жить становится невыносимо. Скандалы постоянные. Сейчас 17 число, она сказала, что до 20 числа убираться грех, святые дни. Слушайте, ну это как раз такой пример превращения святого в грешное. Когда, значит, легким движением руки, там брюки превращаются в элегантные шорты. Очень часто люди в самое святое превращают какой-то повод для самого грешного. Да, действительно, с Рождества по крещение святки, постание, там люди в гости ходят, там песни поют, едят, там наедают то, что там за пост выпустили. Но это не значит совсем, что нужно как поросенок жить как бы в своих отходах и не мусор не выносить. Конечно, это бабушка в данном случае не права. Она так считает, но убирать надо. Убирайтесь тайком, чтобы грязи не зарастать. Но нет такого требования, чтобы человек жил в грязи. Наоборот, жизнь в чистоте это хорошо. Потом, например, крещение, когда будет праздноваться, вода осветится. В разных народных традициях, в разных местах считается, что столько-то дней после крещения стирать нельзя. Ну, дескать, мы остверняем стиркой воду, которую только-только Бог осветил. И сколько-то там дней строго нельзя стирать. Вот по селам, например, я с этим на Украине сталкивался постоянно. Ну, конечно, ничего божественного в этом нету, потому что Господь осветил нам воду для того, чтобы мы ее пили, для того, чтобы корова ее пила, чтобы кошка ее лакала, и чтобы мы в ней мылись в этой воде, смывали грязь себя, и чтобы мы стирали в воде. Ну, а как иначе? Чтобы мы пол мыли. То есть, это все будет делаться водой. И нет такого периода, промежутка такого, чтобы нельзя было водой пользоваться. Но народ хочет как бы добавить себе святости, хочет придумать себе еще какие-то обряды и традиции, которые добавляют праздничности к празднику. И на этом фоне, конечно, можно все испортить. Поэтому ничего такого церковного твердого предписания у нас такого нет. Не убираться, не стираться, не мыться, такого нет. Но поскольку ваша бабуля скорее всего по возрасту, по уже убежденности многолетней переубедима с трудом, то переубеждать ее не надо. Трудно переубеждать старых людей. Их нужно уважать, нужно их терпеть, любить, как маленьких детей. Поэтому вы себе выносите тайком от нее мусор, где-то там возле себя убирайте. Ну и как-то так вот. Не ссорьтесь, конечно, со старушкой, но ждите того дня, когда можно будет нормально сделать уборку. И знайте, что у церкви таких законов нет. Это такое вот реликтовое такое, старое такое. В этом старом не все плохо, там есть очень хорошие вещи, очень хорошие вещи. Но там не все хорошо, там есть некие ненужные вещи. С этой кашей нужно разбираться постоянно. Я окрестилась в 91-м году в возрасте 33-х лет без исповеди и причастия. Необходимость исповеди и причастия узнала только в 2017-м. Нужно ли исповедовать грехи, сделанные до крещения? На эту тему некоторые священники, несколько священников идут в несколько ответов. «Личное моё отношение к этому таково. Верьте в силу в силу совершенного совершенного над вами, а именно крещение в воде во имя Отца и Сына и Своего Духа во оставление грехов». То есть оно сделало своё дело – крещение. И теперь если вам исповедоваться, то исповедуйтесь в тех грехах, которые были с крещения до сегодняшнего дня. С 17-го по 21-й год. Или там с какого там года? 91-го года. Это большой период времени. С 91-го по 2021-й. Хотя если вас какие-то там на душе соднят воспоминания о ошибках и заблуждениях, каких-то тяжких падениях бывших до 91-го года, ну мелочи вы, конечно, позабывали уже всякие-то серьёзные вещи, могли в памяти остаться. Вы можете об этом посоветоваться на исповедь. Но я не вижу необходимости перелопачивать свою жизнь до крещения. Я верю в силу крещения. Это не человеческая сила. Крещение заповедано воскресшим Иисусом, совершается во имя Пресвятой Троицы и меняет человека, смывает с него фактически, избавляет его от греховного наследия. Поэтому предлагаю верить вам тоже в это. Так, кстати, было и у, допустим, у тех же иудеев там накануне крещения Иоаннова. Одни законноучители говорили, что нужно просто иметь покаянное чувство и каяться во всём сразу. А некоторые говорили, что нужно подробно рассказать обо всём. То есть было одновременно две традиции. Потом пришёл Христос, там уже мы точно не знаем, кто из каких традиционалистов там больше верил. в общем, исповедуйтесь и причащайтесь уже сейчас и в основном каятесь в том, что было с 91-го по сегодня. А если, повторяю, будет душевная нужда, то побеседуйте с опытным духовником о том, что вас тревожит из прошлой жизни. Всё равно оно простилось, просто оно не было высказано. простилось всё. Просто что-то невысказанное тревожит душу. Вот так. Вот. Ну и на прощание у нас есть поколение подрастающее. Следующее поколение христиан. Одиннадцатилетний мальчонка Саша. Как сохранить дружбу, если друг постоянно списывает домашние задания, а я не знаю, как отказать. Ну, смотри, Сашуня, если он тебе действительно друг, то есть, если ваши отношения такие широкие, знаешь, ты уже проверил, что он друг, ты точно знаешь. То есть, например, когда ты болел, например, он тебе приходил к тебе, или когда тебя обижали, он за тебя заступал, то есть, он реальный друг. Если он реальный друг, тогда пусть списывает, другу не жалко. Но я так думаю. Потому что где-то ты ему поможешь, он у тебя просто спишет что-нибудь там, а потом будет такая ситуация, где нужна будет его помощь, он поможет тебе, это будет просто спасение для тебя. Понимаешь? То есть, если он настоящий друг, но может случиться так, что ты называешь его другом, а он тебя просто использует. Ну, например, он просто хочет списывать у тебя, больше ничего. И никакой ты ему не друг. Если кто-то будет тебя обижать, он за тебя, например, не заступится, значит, он не друг. Или тебе нужно будет что-нибудь от него, там, дай мне твои коньки, там, дай мне твою спортивную форму. Он скажет, нет, это мое, значит, он тебе не друг, значит, он тебя просто использует. Поэтому пойми, дорогой, Саша, кто он для тебя. Если он твой друг, не бойся давать ему списывать. Ты даже не даешь ему списывать, ты просто делишься с ним своим интеллектуальным трудом. То есть, ты решил, а он как бы воспользовался. Ну, так в жизни у нас и бывает. Один придумал, все пользуются. Один сказал, другие повторяют. Поэтому, вот, если он тебе друг, не бойся делиться с другом и едой, и деньгами, и сделанными уроками. А вот, если он не друг, тогда ни в коем случае, не давай себя использовать. Вот, я бы так сказал. Поэтому, тебе предстоит, Сашуня, узнать, друг или нет. Вот, если друг оказался вдруг, и не друг, и не так, а так, и не друг, и не враг, а так, значит, ты сразу не разберешь, плохо или хорошо. Но это взрослая песня, ты ее услышишь, потом, когда вырастешь. Все, Сашуня. Ну, вот, обновляется возрастной, так сказать, состав наших участников. Пеньки отходят в сторону, типа, меня, значит, а нам на смену подрастает новая зеленая поросль молодых христиан. Вот, 11 лет, это уже такие, это не дети, но еще не взрослые, такие вот, это будущее нашей церкви. Да хранит их Христос, да будет их много. Милосердный Христос, да сделает так, чтобы много было таких 11-летних мальчишек и девчонок, которым интересно, вот, как жить правильно, чтобы Богу было это приятно и мне полезно. На этой высокой ноте мы будем заканчивать нашу сегодняшнюю встречу, напоминая вам, что нас ожидают крещенские праздники, в которые скупнетесь, вы или не скупнетесь, важно, во вторую степень, кто хочет купаться, вперед и без песни, и не бояться. Кто не хочет, не ходи и не купайся, покрапись, там, попей водички, значит, там, покрапи, жилище сам, ванну прими, все полезно в этот день. Но главное, чтобы вы почитали книгу Деяний, Евангелие Марка, послание к Титу, вообще, чтобы вы вникли в тему, кто такой Иоанн Предтеча, что такое крещение Иисусова, как это происходило, зачем, почему в виде голубя Дух Святой сошел, какая здесь параллель с всемирным потопом есть в этих праздниках все, сколько чудес Господь через воду сотворил, в Моисеев, выход из Египта, там, и многое другое. Чтобы вы погрузились в библейскую эту тему, чтобы для вас этот праздник стал праздником Писания. Потому что над водой звучит голос Божий. Вот сейчас, вот эти, в эти иорданские. Купель там прорезали, прорубили, там, значит, там все, осветим, там все. А там, значит, глаз Господень на водах. Вопиет, глаголя. Придите все, примите Духа премудрости, Духа разума, Духа страха Божия, явшегося Христа. То есть над водой вопиет Дух. Дух Божий носится вверху воды, как в начале творения мира. И нужно идти на воду за Духом. Не на воду за водой, не на воду, чтобы там, эх, искупнусь, и помолодею. А надо идти на воду за Духом, потому что Дух носится над водой. Читайте Бытие. И слушайте, что будет церковь петь. Глаз Господень на водах вопиет. Примите Духа премудрости. Это Духа разума, Духа страха Божия. Это есть смысл праздника. А за всем прощаемся с вами в надежде будущих встреч и дохранит всех нас Иисус Христос и Его Пречистая Матерь. Аминь. До свидания.